делаю видео отчет смотрите что нам удалось сделать за сегодня итак мы заходим на наш мемориал и что мы видим с этой стороны у нас нас встречает рода дендроны по центру рода дендроны и сбоку рода дендроны задумка такая они поставлены четко симметрично каждый по метр пятьдесят пятьдесят от бортика и сорта подобраны так что они дублируют абсолютно друг друга раз два три 4 5 6 это для того чтобы одну неделю зацвел один потом вторую вместе с ним цвел его дублер и вот так вот мы движемся эту часть мы засадили эту засадили видим и засадили ту крайнюю и вот когда мы выходим сюда здесь у нас видите рода дендроновый сад расстояние метр пятьдесят между ними почему потому что они поднимутся на метр двадцать метр пятьдесят и вот все это будет ну сотню цветков и когда ты повернешься сейчас вот по солнышку представляешь как идти красиво ты идешь по этой аллее здесь все в красивых цветках здесь и здесь теперь смотри мы посчитали нам не хватает еще 45 штук общая задумка была такая что ты когда проходишь сюда поворачиваешься и у тебя по кругу идут вот сюда рода дендрончики и вот в этой части вот это братская могила вы сюда не нужно ничего делать и вот сюда тоже сажать не нужно потому что люди приходят каждый ищет здесь ну похожую на свою фамилию погибшего и вот здесь приветствуется любые короткие цветочки такие на 15-20 сантиметров вот хорошая идея хостов сюда привести всех цветов радуги здесь кто-то это начал делать молодцы то есть можно еще примерно посадить 15 хостов всех цветов радуги сюда 15 хостов всех цветов радуги туда здесь мы можем видеть что как их называют здесь растут пионы 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 то есть вот этот пиончики потому что пионы тоже они очень красиво цветут и немножко хаотично да так не с рода дендронами вместе и вот здесь пионами и вот смотри общая задумка по кругу у нас идут рода дендрончики вот здесь остановились здесь всех цветов радуги хостики близко к могилам цветочки но к могильной доске только не выше 15 сантиметров здесь у нас пиончики что сейчас нужно от тебя так же как мы приезжаешь мы взяли с собой ведра закрытой водой на один пион у нас ушло примерно 8 литров воды вырываешь ямку заполняешь ее водой сверху листики корневую систему кидаешь внутрь ставишь рода дендрончик чтобы он был вровень землей и дальше присыпаешь землей за собой грабель комете убираешь и ты уже самостоятельно можешь приехать сюда только учти что между рода дендронами метр пятьдесят и от бортика 50 сантиметров чтобы все было по линеечке в ряд красиво не хватает 45 штук в эту сторону и в эту вот теперь смотри какая ситуация то есть я немножко смаховал во-первых это слишком спонтанно мне пришла эта идея что нужно сделать что-то подобное да я не был к этому готов и немножко честно говоря испугался брать денежки сам в руки но умный человек мне посоветовал скинь адрес питомника болтезерсе каждый из вас может сделать смотрите какую вещь зайти болтезерс подарочная карта и оплатить любую сумму а мне прислать что владимир смотри я тоже купил сколько-то штучек потому что у меня это не акция сегодняшнего дня на 9 мая я прям готов этим заниматься на постоянной основе потому что я понимаю что эти пиончики рода дендрончики надо приезжать будет сюда поливать я понимаю что за ними на буду ухаживать то есть подстригать их да и так далее я готов этим заниматься и не только на этом кладбище а на любом другом если ты например находишься где-то в англии и не можешь это сделать можешь оплатить например эти цветы и сказать что вот слушай был я вот на таком кладбище в плохом состоянии давай попробуем что-то сделать то есть в принципе вот выходные у меня есть я готов этим заниматься на этом мемориальном кладбище не хватает 45 пионов 30 хостов я уже объяснил потом по видео можешь проверить приехать сюда и посмотреть на общую задумку если есть желание можешь присоединиться смотри теперь как у нас было я сделал это видео и люди просто просто начали нести деньги и вот все что здесь есть это те незнакомые люди которые были бы приехали и купили их либо просто закинули денег на подарочную карту в болтезерсе люди которые здесь сажали как это происходило я один приехал если по видео увидите начинаешь один сажать и машина становится и все тебе идут на помощь и помогает то есть это то что нужно нашему обществу это то что важно для нашего общества чтобы там не говорили в средствах массовой информации и официальной пропаганды это все бред собачий это наша история это ты каленым железом никогда не выжгешь это всегда было есть и будет поэтому если хочешь присоединяйся порядочек мы здесь навели все красиво все симпатичненько 9 мая вот эти вот цветы начали укладывать сейчас 8 мая то есть за сутки до того как начинается 9 мая и представь себе что завтра здесь будет море море цветов теперь смотри вот мы этим сейчас занимаемся это важно подчеркнуть половина из нас тут не говорят на русском а говорят молодых и те люди которые участвовали и жертвовали у меня просто я не имею права тебе их реквизиты выставлять но это люди носители латышских фамилий вот хочешь верь хочешь не верь вот она ситуация и то что я попробовал это это большая энергетика я увидел отдачу я увидел обратную связь я понимаю насколько это нам возможно и насколько нам промывают мозги тем что это неважно и все такое и насколько нам говорят что мы разделены что это задевает чувство латышей еще раз повторюсь 50 процентов те кто в этом участвовал не говорили по-русски ну что ж на сегодня это все мы проделали отличную работу для меня самое главное что это делал со своим ребенком и ты вел здесь много детей а это очень важно что наши дети вот как мои родители мне это привели так я привил это своему ребенку на сегодня все всем пока а забыл напомнить что латвия самая позитивная страна евросоюза и живут в ней только самые теплые и отзывчивые люди вот теперь все всем пока